Привет, это Яри Касти и продолжаем. Продолжаем по поводу CD-проигрывателей. Итак, у нас звезда гвоздь программы CDJ 2000 и продолжаем. Итак, мы прошлись по горячим петлям, по горячим меткам. Теперь Joke. У Joke есть тут настройка такая интересная, вот она, называется Joke Adjust. Что она делает? Она настраивает инертность или легкость вращения, как это можно сказать, так, наверное, Joke. То есть, если вы видите, вот сейчас Joke вращается чуть сложнее, видите, буквально поворачивается на оборот, ну то есть на один поворот. Это в положении Heavy. Если я поверну в положение Light, то... Вот, то есть, такая настройка Joke будет хороша, допустим, для Backspin, когда надо сделать... Вот. Ну и вы можете под свою руку, как вам удобнее настроить. Допустим, для Scratch можно чуть-чуть легче, но не сильно легко, чтобы оно не сильно там отскакивалось, прокручивалось назад или не сильно было инертным. Вот. То есть, вот такая настройка есть. Теперь, есть у Joke, вообще у проигрывателя, такой режим, как винил. Вот, эмуляция винила. Очень хорошая функция и позволяет очень так правдоподобно Scratch, то есть, ну как правдоподобно, ну так же, как и на виниловом проигрывателе. Чем этот режим отличается? Если вы в этом режиме положите руку сверху на Joke, то проигрывание останавливается. Точно так же, как бы оно остановилось, если бы вы положили руку на пластинку, на виниловую пластинку во время проигрывания. То есть, очень правдоподобно, то есть, такое ощущение, что я останавливаю пластинку. В этом режиме тоже, допустим, те ребята, которые привыкли больше работать с винилом, в этом режиме тоже очень удобно выставлять горячую метку. То есть, не надо вот это, нажимать паузу, слушать вот это, да-да-да-да-да-да-да, ну, выставлять Joke на самое начало удара. Вот, достаточно, как на виниле. Поставить и с помощью Q запомнить. Вот. Как притормаживать или подгонять в режиме винила? За краешек, за краешек, но, как только что вы увидели, есть одна проблема, если чуть-чуть не так нажать, то вы можете его толкнуть сильно, то есть прокрутить. Вот, видите, 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 он иногда, иногда воспринимает, как бы, когда чуть-чуть, то есть, не, 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 лучше не пользоваться режимом винила, когда вы подбираете, подгоняете скорость или притормаживаете. Вот вы можете с помощью винила поставить горячую точку, там, запустить с помощью винила, если вам нравится, допустим, запускать вот таким образом. А потом сразу выключить, чтобы можно было легко притормаживать и подгонять, не опасаясь, что вы там сильно крутанете запись. Вот. Потом, над кнопкой выбора режима винила есть регуляторы, такие, старт и брейк. Что это такое? Это, так называемые, эффекты motor-off, motor-on. А эти регуляторы просто регулируют скорость останова и старта. Хочу обратить ваше внимание, даже если регулятор стоит, допустим, медленного старта, да, стоит на самом максимуме, но трек у вас начинается с точки, то он будет играть сразу, с нормальной скоростью. Чтобы реализовать эффект, ну, то есть, motor-on, то есть, такого медленного разгона, нужно нажать play и нажать на паузу. Вот. Play, pause, и тогда... Тогда можно будет реализовать вот этот эффект. Потому что если вот с точки, оно просто начнет играть, как обычное проигрывание. Поехали дальше. Здесь, над этими кнопочками, и в тысячном, и в двухтысячном, в принципе, расположение кнопок очень похоже между этими проигрывателями. Есть кнопка выброса диска. Дальше. Под кнопками job mode, вот этой, вернее, выбора, под кнопкой выбора винила или CD, есть кнопка tempo. Что она делает? Она, с помощью неё можно выбрать диапазоны питч-контроля. Что это значит? Можно выбрать, что вот этот вот ползунок питч-контроля, он будет менять скорость от минус шести до плюс шести. Если ещё раз нажать, то будет менять от минус десяти до плюс десяти. Ещё раз нажать, от плюс шестнадцати до минус шестнадцати. И последний, это wide. Режим, который позволяет менять от минус сто процентов до плюс сто процентов. Вот. То есть, с этими регуляторами вы можете свести абсолютно любой трек с любым. То есть, независимо, какая у него скорость. Вы можете там свести какой-то медленный-медленный, с очень быстрым-быстрым. Пользовались вот этими кнопками расширения диапазонов питч-контроля. Единственное, что в режиме wide, вот, расширение от минус сто до плюс сто, точность подбора скорости, сами понимаете, уменьшается. Потому что на те же каких-то там, тут, двадцать сантиметров, уже не плюс-минус десять процентов, а все плюс-минус сто. И поэтому точно подобрать скорость, и так, чтобы они не расходились в течение, там, длительного времени, нельзя будет. Ну, я так понимаю, если вы будете режиме wide сводить, то вы уже будете поддерживать треки, поддерживать этот трек в ритме с помощью джога. Вот, не давать им расходиться. Окей, теперь, па-па-пын, это мы есть. Это мы прошли, прошли по основным, как бы, таким регуляторам, которые есть и в тысячном проигрывателе, и в двухтысячном проигрывателе. Вот, а сейчас, в следующих сюжетах, мы поговорим именно о тех фичах, о тех таких фишках, которые есть в двухтысячном проигрывателе. Вот, это я был Ребкасти, и до новых встреч в лотере! Субтитры сделал DimaTorzok